Помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пристой во веки веков. Аминь. Честнейшую хирургим и славнейшую, без сравнения серафим. Безысление Бога, Слово Рожжую, и Сущую, и Богородицу Тя величаем. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, и Едино Божество, и Едино Сила, помилуй меня грешного. Ими же веси судьбами спасения, недостойного раба Твоего. Яко благословены си во веки веков. Аминь. К ефесянам святого апостола Павла. Послание. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким свиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Коевреям. Святого апостола Павла. Послание. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь в святилище и скинь и истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На второе послание к Олимпинам. Апостол Павел говорит о том, чтобы не молились о погибели врагов. Не приступайте к Богу с молитвою о погибели врагов. Ибо если иметь врагов есть уже преступление, то представь, какое преступление молиться о погибели врагов. Ты должен просить прощения и о том, что имеешь врагов, а ты хочешь еще и обвинять их. И как ты можешь получить прощение, когда обвиняешь других, и при том в такое время, когда сам имеешь нужду в великой милости. Ибо, конечно, ты приходишь сюда с тем намерением, чтобы молиться о прощении своих грехов. Итак, не припоминай чужих грехов, чтобы не припоминали твоих. Если ты, молясь Богу, говоришь, порази врага, то с ним заграждаешь себе уста и связываешь себе язык. Во-первых, потому что в самом начале молитвы тотчас приводишь в гнев судью. Во-вторых, потому что просишь совсем не того, о чем на самом деле молишься. Ибо если ты молишься об отпущении грехов, то почему же просишь о наказании кого-то? Совсем напротив, надлежало бы поступать тебе молись и за самих врагов, чтобы с дерзновением молиться и за себя. А ты теперь, требуя казни грешников, осуждением их присваиваешь себе место суди, что соделывает тебя недостойным никакого помилования. Когда же будешь молиться за врагов, то хотя бы ты ничего не говорил в молитве о своих грехах, ты все исполнил. Припомни, сколько жертв перечислено в законе. Жертва хвалы, жертва исповедания, жертва спасения, жертва очищения и другие бесчисленные. А ни одной нет против врагов, но каждая за свои грехи или за какие добродетели. Разве к другому Богу ты приступаешь с молитвой? Но ты приступаешь к тому же Богу, который сказал молитесь за обижающих вас. Матфея 5 глава 44 стих. Как же ты вопиешь против них? Как дерзаешь просить Бога, чтобы он нарушил собственный свой закон? Это личина неприлично молящемуся рабу. Всякий должен молиться не о погибели другого, но о своем спасении. Для чего же ты принимаешь на себя вид молящегося раба, а говоришь как обвинитель? Притом, когда о себе молишься, то и чешешься, и зеваешь, и развлекаешься бесчисленными помыслами. А о погибели врагов молишься со всем вниманием. Подлинно дьявол знает, что мы в это время поднимаем меч на себя самих. Потому он нисколько нас не развлекает и не останавливает, чтобы таким образом больше повредить нам. Но меня обидели и огорчили, скажешь ты. Так молись о погибели дьявола, который несравненно более всех обижает нас. А всем и предписано тебе молиться. Так, избави нас от лукавого. Матфея 6 глава, 13 стих. Ибо он один, непримиримый наш враг, а человек, что бы он ни делал, всегда друг и брат наш. Посему на дьявола все мы должны обращать гнев свой, а его погибели должны молить Бога и говорить, сокруши сатану под ноги наши. Ибо он же и людей делает врагами нам. Если же ты будешь молиться о погибели врагов, то будешь молиться о том, чего хочет твой непримиримый враг дьявол. Между тем, как молитва за врагов, есть молитва против от самого. Итак, для чего ты, оставив в покое истинного твоего врага, кирзаешь собственные члены и таким образом делаешься лютея зверя? Ты скажешь, он обидел меня или отнял у меня имение. Но и в этом случае, о ком более должно плакать? О том ли, кто потерял, потерпел обиду или о том, кто обидел? Об обидевшем. Ибо за то, что воспользовался он чужим имением, лишился он благоволения Божия и потерял несравненно более, нежели сколько приобрел. Так, что он есть обиженный. Потому не против него, но за него должно молиться, чтобы Бог явил ему милость свою. Смотри, сколько несчастьей потерпели три отрока, не сделав никакого зла. Лишены были отечества и свободы, отведены в плен и стали рабами в стране чужой и варварской. И, наконец, без вины и напрасно приговорены были на смерть за сновидение, которого волхвы не могли припомнить и объяснить на выходе на ссоры. Даниила, первые и вторые главы. Что же предприняли сие три отрока вместе с Даниилом? О чем молились Богу? Что говорили? Сокруши на выходе на ссоры. Сорви с него диадему. Незвергни его с престола. Нет. Ничего такого они не говорили. Но просили милости у Бога. Даниила, 2 глава, 18 стих. Так же поступали они. И тогда, когда вержаны были в пещу огненную. Не так поступаете вы. Но терпя несравненно менее, нежели те три отрока. И при том часто по заслугам вы не перестаете в молитвах всячески проклинать врагов. Одни говорят. Незвергни, Господи, врага моего. Так же, как вверх в море колесницы фараоновые. Другой говорит. Порази плод врага. Иной еще говорит. Воздай ему на детях его. Ужели не знаете, что это ваши слова? Отчего же вы смеетесь? Видишь, как смешны проклятия твои, когда в спокойном состоянии воспоминаешь о них. И всякий другой грех найдешь столь же безобразным и постыдным, когда будешь рассматривать его, отложив страсть к нему. Человеку, увлекшемуся гневом, после напоминаний слов, произнесенных им во гневе, он покраснеет от стыда, будет смеяться над самим собой и скорее решится терпеть что угодно, нежели согласиться признать их своими. Итак, приведи распутного глудницы, с которой он пал. Он с отвращением будет смотреть на нее, как на женщину непотребную. Так и вы теперь, освободясь от страсти, осмеиваете свои слова. Они и достойны смеха, ибо свойственны пьяным старухам и малодушным женщинам. Иосиф, проданный братьями, сделавшись рабом и вверженный в темницу, не говорил против оскорбивших его ничего оскорбительного. Что ж говорил он? Я украден из земли евреев. Бытие 40 глава 15 стих. Не упомянул даже, через кого украден он был. Он стыдился за злых братьев своих более, нежели они сами, которые сделали себе. Точно так же и мы, о делающих нам обиды, должны жалеть более, нежели они сами, ибо весь вред переходит на них. Посему, как обвиняющие, вбивающие гвозди в голову и тем гордящиеся, достойны более сожаления и слез, нежели проклятия, как поглубляющие свои души. Да и нет презрения души, которая в молитвы проклинает других и сквернит язык, который приносит Богу такие жертвы. Ты человек, не изливай же из уст твоих яда аспидов. Человек ты, не будь же зверем. Уста даны тебе не для того, чтобы уязвлять, но чтобы исцелять язвы других. Вспомни, говорит Бог, что я внушал тебе оставлять и прощать согрешения, а ты умоляешь меня, чтобы и я был тебе сообщником в нарушении моих же повелений. И снидаешь брата, обогряешь кровью язык свой, подобно бешеным, который своими зубами терзает свои же члены. Думал ли ты о том, как радуется и смеется дьявол, когда слышит такие молитвы? Помашал ли напротив, как гневается, как отвращается и как ненавидит Бог, когда ты просишь этого? Что может быть преступнее того, что ты делаешь? Ибо если и тому, кто имеет только врагов, не должен приступать к таинствам, но как не должно возбонять, приближаться даже к преддверию храма тому, кто не только имеет врагов, но еще и молится о погибели их. Итак, сообразив все сказанное и припомнив, что виновник жертвы, нами приносимый, принес себя в жертву за врагов, постараемся и не иметь врагов. Если же имеем, то будем молиться за них, дабы и мы, получив прощение грехов наших, с дезновением могли пристать на суд. Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, честь, поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся цареве нашему.